По данным следствия, подозреваемые девушки были знакомы с потерпевших в течение нескольких лет, общались между собой, иногда вместе проводили время. 30 апреля они встретились в центре Улан-Дэ, приобрели спиртной и начали его распивать. После этого одна из подруг предложила поехать к ее знакомому, проживающему в поселке Кирзавод. Однако на месте молодого человека не оказалось, и девушки, расположившись неподалеку от его дома, за кладовками, продолжали распивать спиртные напитки. Через некоторое время опьянев, подруги начали ссориться, припоминая друг другу давние обиды. В этот момент две подозреваемые девушки на фоне алкогольного опьянения, проявляя ничем не оправданную жестокость, повалили на землю подругу и принялись ее душить. Они успокоились лишь тогда, когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни. Чтобы избавиться от ее тела, соучастницы вызвали такси, соврали водителю, что подруга лишилась чувств из-за алкоголя и попросили отвезти их к реке. По пути одна из подозреваемых, которая сидела вместе со своей жертвой на заднем сиденье, заметила, что потерпевшая еще жива, после чего руками уже окончательно задушила ее. Водитель ничего не заметил и высадил юных злоумышленниц с телом их жертвы возле реки Селенги. Девушки еще долгое время сидели на берегу и решали, как скрыть следы преступления. Когда мимо них проходили прохожие, они усаживали тело потерпевшего, зажимали его между собой и в такой позе находились, пока люди не скрывались из виду. В конце концов, они бросили жертву на берегу и скрылись с места происшествия. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меропресечений в виде заключения под стражу. Продолжение следует...